здравствуйте уважаемые коллеги сейчас мы с вами поговорим немножко на нашем семинаре о посадке растений о том как правильно выбрать и посадить саженец и о том как сделать все для того чтобы он прижился сажаем правильно тонкости посадки растений и так с чего мы начинаем мы начинаем конечно же с планирования нашего сада то есть стоит потратить полчаса на то чтобы посидеть подумать и поработать с бумагами чем потом потратить немного времени и усилий приобретя уже какие-то готовые растения и не имея потом возможности что-то с этим сделать поэтому выбирая обращаем обязательно внимание на полный размер будущего дерева он скорее всего будет не маленький то есть мы должны смотреть не на то какой саженец прутик на то что это будет дерево которое займет площадь 6 на 6 или 8 на 8 метров и будет высотой до 3 этажа мы должны обязательно учесть требования дерева к агротехнике и наконец мы должны правильно подготовить посадочные ямы по поводу требований к игротехники коллеги вот здесь у меня например растение которое требует вот таких вот особенных моментов например если мы рододендрон посадим с нейтральную или щелочную почву то это будет ему достаточно грустно если мы его посадим например на яркое солнце это тоже для него будет достаточно грустно и на сквозняки он будет вымерзать постоянно но место у но место у восточной у западной стены или например у северо-восточной или даже в тени какого-то дерева это будет самое то что ему требуется потом по поводу планирования деревьев стоит сразу же нарисовать вот такой план с видом сверху где мы увидим проекции кром во взрослом состоянии и где мы сможем как-то с этим работать что касается посадочная посадочная яма должна быть большой если это дерево с готовым корневым комом то во первых приобретая дерево с корневым комом обратите внимание на то чтобы вот у нас есть диаметр стола и диаметр корневого кома должен быть 10-12 раз больше если он меньше значит это немножко некондиционное дерево если больше хорошо только ввести тяжелее получится при этом ну крупномеров тут своя специфика но в целом дерево должно полностью освоить объем горшка и конечно если у вас есть возможность приобрести растение с закрытой корневой системы то лучше приобрести растение с закрытой корневой системой даже немножко дороже у них стопроцентная приживаем значит я мы делаем в три-четыре раза больше по объему можно и больше конечно но как минимум в три-четыре раза больше чем объем корневого кома если у нас тяжелая почва то на дно кладем добавляем 10 сантиметров глубины я на дно кладем слой дренажа лучше брать не битые кирпичи а например крупную кору после этого устанавливаем от центровываем корневой ком уже после самой посадки и будем уже засыпать стенки почвосмесью готовы но пока яма у нас еще не готова мы оставляем место для горшка то есть заготовили почвосмесь уложили дренаж и оставили эту яму если мы сажаем дерево с открытой корневой системы вот такое то тут все немножечко по-другому яма должна быть тоже большой и например для плодового дерева это будет 70 на 70 если это косточковое и 100 на 100 на если это семечковое дерево на сильно ростом подвое да тут лучше один раз много покопать потому что больше вы никогда уже до конца жизни этого дерева не сможете ничего внести вот сюда и обеспечить вот эти вот питательную питательный горшок в почве можно только в период посадки значит что дальше делать ну самое простое если почва очень плодородная то мы меняем верхней и нижней свои места значительно лучше добавить в эту яму то есть вы можете яму засыпать почти всю заранее да вот такой вот глубины по сути вы кладете туда 200 300 литров органических удобрений компост перегной хорошо перепревший навоз перемешиваете это все с местной землей добавляете туда с пол килограмма ну 300 400 хотя бы граммов супер фосфата это диаммофоски можно добавить сюда кали магнезию если почва песчаная азотное удобрение добавлять как бы не надо от органика это самое то и такую яму имеет смысл тоже готовить за пару месяцев или полгода можно сделать еще проще если есть много времени вы можете в этой яме сделать местную компостную кучу пролить его микробами тоже добавить сразу фосфатов они никуда не денутся они новоподвижные и через полгода когда яма осядет подсыпать и высаживать туда дерево если вы кладете туда свежую органику то обязательно присыпьте ее слоем земли так дальше с ямами более-менее понятно и расстояние между ямами должно соответствовать вот размеру будущих растений то есть по подобным сильно росла это будет 6 на 6 метров ну вот удобрения для ямы подходят в принципе любые хорошие осенние удобрения вот из торф компост это само собой вот рви осень это отличная идея там умеренное количество доступного фосфора много калия вообще нет азота и не удивляйтесь количеству это на кубометр 1-2 килограмма это не так много вообще-то точно так же как и 150 300 литров компоста это всего-навсего третья и итак следующий важный момент это посадочный конус про который часто очень забываю при посадке растений с открытой корневой системы кстати если вы будете высаживать рассаду с открытой корневой системы то имеет делать то же самое только в меньшем масштабе вот такого вот размера вот смотрите дальше формирует такой конус с центром ямы и сразу же забивают у него кол в этот момент имеет смысл заполнить яму водой и дать ей впитаться вот этой осенью это особенно важно потому что будет сухо то есть вы просто закидываете туда что заполняете я молодой ждете чтобы она впиталась потом подправляете стенки ямы отправляете этот конус в мокрое еще забиваете колу кол поглубже то есть если у вас высота штамба деревца скажем 50 70 сантиметров то кол длиной метр двадцать в принципе это как раз будет нормально традиционно пол забивают с северной стороны саженца ну в общем это не сильно критично после этого вы берете ваш саженец распаковываете его только в этот момент до этого он должен лежать завернутый в мокрую тряпку в пенечке и вот так вот желательно ручками вы же один саженец будете сажать или два не сто пятьдесят пять аккуратно расправить корни на конусе так чтобы обеспечить так чтобы вот верхушка конуса уперлась в пятку саженца плотненько так прижали и это будет способствовать тому что это очень распространенная проблема при посадке деревьев когда почва вот здесь вот осела он укоренился боковыми корнями а вот здесь получилась полость вот если делать этот конус этого не было поэтому вот обязательно такое аккуратно расправили и желательно ручками или совком аккуратненько раз засыпали эти корни так чтобы они в эту мокрую еще чавкающую землю влипы сажать нужно грязь дальше она как-нибудь уже разберется но сейчас ваша задача обеспечить плотный контакт корней и грунта если вы этого сделать если вы это сделаете саженец приживется если вы этого не сделаете саженец может приживется может осень сухая дождей мало почва тоже очень сухая поэтому вот этот фокус проворачивать нужно обязательно причем стараются засыпая яму помните я упомянул что нужно отдельно отсыпать землю из верхнего слоя из нижнего слоя вот землю из верхнего слоя стараются разместить прямо в корневой зоне а землю из нижнего закидывают вниз ямы перемешивая с органическими удобрениями так дальше полив вот когда вы засыпали я еще раз обидно поливаем тут вода лишней не будет потому что даже при очень аккуратной пересадки с корневым комом дерево теряет часть корня там тряхнули там разорвали там частичками повредила а при пересадке даже очень удачной пересадки дерево с открытой корневой системой у нас гарантированно теряется треть корневой системы чтобы это как-то компенсировать мы должны во-первых обильно полить а во-вторых обрезать дерево сразу после посадки чтобы уравновесить корневое и вне корневую часть можно это сделать конечно весом ну как бы нормально это сделать и сразу а потому если приобретаете саженец в садовом центре ну особенно если это какой-то не совсем проверенный садовый центр допустим наше таможня то не стоит давать возможность продавцу лично обрезать саженец в процессе покупки тупым секретарем вот да еще момент насчет обрезки иногда говорят про обрезку корней саженца на мой взгляд это очень спорная процедура имеет смысл укоротить только какие-то уж совсем некондиционные ломаные засохшие корни подгнившие корни ну если у саженца подгнившие корни лучше вообще не иметь с ним дел если подсохшие ну куда жужжать него детство но шансы на то что он приживется резко падает поэтому обязательно обильно полейте ваш саженец по количеству воды сначала 10-20 литров в посадочную лунку то что я говорил закиньте шланг и дайте заполниться яме еще два ведра когда вы только высадили растение и может быть сразу после того как вы польете его перекусить и нужно будет его как-то поправлять и подсыпать и через неделю еще 15-20 литров как правило этого бывает достаточно там уже дальше идет дождь снег и все хорошо укоренители а вот в каких-то сомнительных особенно случаях имеет смысл использовать ради фарма хорошими идеями являются гуматый и простенький дешевый корни ну его тоже можно использовать 50 это максимальная доза если саженец совсем дохлый 25 это нормальная газировка так вот это важный момент на котором я хотел бы отдельно остановиться уважаемые коллеги не старайтесь посадить дерево слишком глубоко казалось бы она может отрастить придаточные корни но у большинства растений есть такое такая странное место как корневая шейка место перехода из корневой системы к стволу вот оно должно быть не глубоко под поверхностью или прямо на поверхность если у нас мы заглубим корневую шейку хвойных больше чем на 5-10 сантиметров это будет очень грустное растение которое долго не проживет я один раз столкнулся с ситуацией когда рабочие просто рабочие сажали туи получили разномерный материал и вместо того чтобы подогнать его поверху они просто выкопали ямы поглубже тут начали выпадать эти самые туи зовут меня приезжаем откапываем а она вот настолько вот закопано но тому чтобы например коника грустила вполне хватит уже вот такой глубины заглубления особенно сосны ели у них мелкая корневая система они очень не любят когда она оказывается глубже чем на по привитым растениям это касается и роз на розе морщинистой это касается и плодовки внимательно смотрите чтобы место прививки такое колено всегда оказывалось выше уровня почвы если это будет не так то у вас будет переть корни из привоя он потеряет свойства и непонятно какие они будут и может быть вариант когда у вас из куста начнут переть стебли побеги от подворья масса а вам это тоже совершенно не нужно вот тоже я не буквально на днях столкнулся с тем что миндаль посадили чуть-чуть глубоковато прививка ушла во землю ну на самом деле его просто подсыпали органикой все классно миндаль красивый и у него начинают снизу ствола кустом расти абрикосовая побеги он привитый на абрикосе все нормально ну удалили копали дальше значит то еще очень важно посадки это то что ни в коем случае не стоит загущать изначально посадки я уже по моему об этом говорим неоднократно часто бывает так что ну сам владелец или заказчик если вы делаете на заказ ландшафт хочет сразу получить красиво в первый год второй год она будет нормально посадили много мелких растений сделали коврик стеночку все зеленое все классно ну что будет через 5 лет через 10 это нужно вызывать будет человечка с бензопилой и через два прореживать то есть два выкинули один оставили или например сад плодовый который до прутики натыканая через два метра и вы сумели получить джунгли потому что они оказались вдруг на сильно рослым подвое и что с этим сделать им не хватает света они прут их уносит на высоту 3 4 этажа весь урожай там добраться до них и обрезать вы не можете потому что даже лестница не вылазит вы-то думали что это карлики которые вместо два с половиной вот а что делать непонятно вот коллеги поэтому когда вы выбираете саженец плодовых обязательно задайте первый вопрос звучит как какие сорта у вас есть и если сорта подписаны это очень большой плюс карму продавца саженца это не стопроцентная гарантия того что это именно они но она сильно повышается а второй вопрос который никто не задает вы должны спросить а на чем она принято смотрите я просто вижу что вы не очень поняли что имеется в виду да потому что я не включил этот слайд сюда в эту презентацию но вот если например мы берем яблони и яблони сила ее роста зависит от того на чем привиты если это антоновка или м2 или сейенец дикой яблони она будет большая это будет 6 8 метровое дерево то есть если ответ на вопрос звучит как м2 вы должны четко понимать что это будет дерево высотой 6 метров если это мм 105 то или 106 то это будет дерево высотой три с половиной четыре метра а если это будет м9 то это будет вот как раз тот самый карлик такого вот роста если это колобновитка то она может быть привита собственно только либо на девятка либо на двадцать седьмой двадцать седьмой подвой это вообще горшочное растение для сада патио он редкий но он совсем-совсем карлик да это будет вот такая яблони с тремя яблочками ну вполне себе мини версия сады патио очень очень модное направление на самом деле и яблони очень хорошо растет 10 15 20 литровом горшке собственно если вы хотите лимоны в саду то это единственный вариант обеспечить вы посадили карточное растение на зиму вы их отправили в теплицу или куда-то даже в сарай зимово и это у вас лимоны висят ну так можно выращивать яблони конечно это карликовый подвой 26 почти почти такой же вы должны обязательно вот выяснить этот вопрос потому что если вы его нет это просто разные селекционные ну как бы я сейчас постараюсь найти эту картинку хорошо если распространенный и озвучить голосом м2 или антоновка серия а это сильно росло ну почему тут еще есть один тонкий момент чем менее плодородного у вас почва тем более сильно рослое дерево будет у вас расти то есть вот например у меня дома песок я ничего не могу сделать это серая лесная почва классическая серая лесная почва она не очень плодородная и на ней растут только сильно рослое деревья поэтому я вынужден искать себе сильно рослое деревья привитое на м2 или на антоновке вынужден искать себе груши которые растут на саженце груши потому что у груши это айва карлик айвация точнее говоря это карликовый подвой я вынужден сажать например персик на сливе или на абрикосе то есть тут зависит от почвы чем плодороднее почва тем меньше может быть у вас рост подвой самые распространенные такие вот некрупные деревья это двадцать шестой и восьмой подвой для яблони это айвация для груши ну на персике все равно будет абрикос потому что а лучше лучше не брать потому что он не очень хорошо зимы если это розы то это может быть либо шиповник либо роза собачья либо роза ругоза морщинистая могут быть кстати и корнесобственные розы но им требуется более кислая почва и получается что например на песке сильно рослое дерево которое должно было бы вырасти 6 8 метров вырастает метра 4 то есть это тоже нужно обязательно иметь ввиду да конечно ей нужно более кислая почва то есть если для розы на шиповнике будет ph в районе шесть половина семь то для розы на корнесобственном подвое это будет пять с половиной шесть с половиной это все равно не рода рада немного в сторону закисления но это обязательно тоже нужно учесть а вы посмотрите где там прививка ну порозе в принципе вы можете это сделать порозе это можно сделать я не останавливался на этом вопросе потому что он когда не возникал потому что если вы загубите сильнее то у вас будут побеги из куста расти от основной розы они от прививки а привитый шиповник он как раз не так будет пускать сильно пороса так что тут в этом плане все нормально у дерева сила роста значительно больше и там будет переть поросли попросту искали 5-7 сантиметров да если вы сажаете какие-то кустарники то тоже не стоит их заглублять больше чем на 8 сантиметров больше восьми уже плохо образуются придаточные почки и плохо отрастают корни что еще если вы сажаете легко укоренимые растения вроде смородины и крыжовника вы можете сразу обрезать этот куст и датыкнуть туда несколько черенков или например в местах где не хватает вы можете просто вот три-четыре черенка оботкнуть той же смородину скорее всего часть из них укоренится и вас будет лишний это работа что вы их сразу сажайте по схеме метра на полтора ну то вы берете секатор и красиво вырезаете все лишнее не ну вообще просто у смородины не стоит держать ветки старше трех лет а у крыжовника не стоит держать ветки старше 5-6 лет это хорошо видно их просто нужно удалять и все ветка смородины будет черный старая ветка смородины будет темной старая ветка голубики будет темной ее тоже надо удалять там это обычно бывает 5-6 год у крыжовника это будет такая толстая сильно ветвящая совет которая да что голубика черная голубика обычно на 4-5 лет хватает веточки ну и если вы видите что ветви скажем переклетаются что она мешает то вы ее удали у взрослого куста по-хорошему вы должны отрастить за год столько же нулевых побегов побегов текущего года сколько вы вырежете то есть выросло 3 вы 3 удалили а например он поддерживается в состоянии 14-15 ветвей его хватит то есть допустим первый год вы посадили куст с тремя ветвями на следующий год выросло 2 побега 5 ветвей на следующий год выросла еще 4 у вас стало 9 ветвей вы две выросли вырезали осталось 7 на следующий год вы еще две вырезали у вас осталось скажем 11 и вот вам стабильный куст голубика занимает место тоже 2 на 2 с половиной поэтому чаще чем на таком расстоянии их сажать друг от друга точно не стоит по поводу кончиков ветвей веточки смородины имеет смысл обрезать если вы например было много тли покрутила концы побегов от тли там все равно не будет плодов там ничего не будет но зато там есть яйца и грибница мучнистая росы то есть вы можете их просто обрезать но это чисто санитарное мероприятие и смородина любит очень хорошую кормежку в отличие от голубики то есть засыпать ее ведром двумя органики это будет самое то что да еще один тонкий момент коллеги вот мы посадили дерево и имеет смысл вот эту часть дополнительно замульчировать слоем листьев или тоже потому что как правило свежевысаженные деревья менее зимостойки и у них может пострадать корневая система от подмерзания если будет вот такая вот такой тип погоды как сейчас то зимой у нас будут 30 градусные морозы к нам сейчас приехал антициклон вот откуда-то оттуда из сибири и зимой это 30 градусные морозы ну да если будет снег да хорошо а если не будет то сантиметр сантиметровый слой грунта или мульчи убирают 3-4 градуса на разу если этого не то есть я подозреваю что в этом году есть смысл хорошо укрыть растения тут никуда не торопитесь но укрыть их стоит однозначно потому как я уже тоже сталкиваюсь с тем что уже два-три года народ розы укрывать перестал можно так то есть я бы ну да можно принципе делать если вы укрываете розу и совсем не хочется с этим возиться то то есть не хочется сооружать всякие шаваши мы про укрытие растений говорить позже то ну не на этом семинаре в смысле на следующем есть смысл засыпать слоем торфа так чтобы укрыть несколько нижних почек над прививкой вот эти почки самые ключевые если даже отмерзнет весь остальной верх то из этих нижних почек отрастет все что нужно и куст восстановится ну мне кажется что лучше то компостом больше как удобрение а вот как укрытие как теплоизоляция лучше торф и там воздуха больше вы его укроете сверху еще чем-нибудь то есть любой укрывной материал листья торф нужно сверху защитить чем-то водонепроницаемым да хоть куском пленки если этого не сделать он просто промокнет смерзнется в ледяную корку которая бы хорошо проводить тепло ну компост просто тоже натянет влагу не ну у вас даже свой просто земли вот если обкопать он тоже уберет несколько градусов тепла ну градусов мороза как бы потом его откатывать назад сильно сложить так ну в принципе по посадке все я думаю ну